ДАРК СОЛО 2 ДАРК СОЛО 2 ДАРК СОЛО 2 ДАРК СОЛО 3 ДАРК СОЛО 3 ДАРК СОЛО 3 Самый оптимальный вариант 30, я вам советую. Еще раз, адаптация, иммунитет к яду увеличивает и увеличивает скорость, даже не скорость у ворота, а возможность у ворота. То есть удары врагов будут проходить сквозь нас, когда мы делаем кубырки и так далее. Все, мы сейчас идем в новую локацию, новая локация, новая локация. Идем дальше путешествовать, посмотрим, что у нас ждет интересного. Пока я еще доспехи не подобрал себе, но это не так важно. Булыжник, так что неудача. Да, неудача. Давайте мы установим человечность. Если у нас кончатся фигурки, ничего страшного, я уже говорил, да, что можно будет просто помочь кому-нибудь и все. Ну что ж, let's go, пойдемте попробуем, что у нас получится. Так, можно пойти дальше туда или посмотреть, что у нас здесь. Помню, здесь у нас есть сюрприз, да. Сами понимаете, что отсюда набернуться очень легко, сальтуху сделать можно. Получится самосвет большой, а сквозок титанита. Ну, подойдет. Потом. Я вот всегда заходил и убивал, но, по-моему, здесь можно как-то бочку скинуть, сколько я помню. Есть вот одна бочка, вижу. Давайте попробуем скинуть. По-моему, должно взорваться все. Эм. Ну, не совсем, не совсем так, как я хотел. Не совсем, да. Блин, а. Ладно, давайте сначала бьем этого мужика. Там у нас проход будет дальше. Опа, опа, опа. Тихо, осторожно, осторожно, больно. Он пока нас больно бьет, да. Можно, конечно, попробовать со спины его обойти. Да что ж ты такой вредный-то, а? Ладно, атаку бьем, ничего страшного. Давайте скушаем самосвет. Сейчас мы встретим девушку, которую как раз мы уже видели ее. В прошлой серии. Опа. Привет. Сейчас она вам будет жаловаться. Ну, пойдет. Редактор субтитров. Вот видите, она сняла маску, да? Короче говоря, она человек, который превращается в нежить. Ну, например, мы так же, видите, мы превращаемся в нежить, но мы можем использовать фигурки, костер, а она, видимо, об этом не знает. Все. Грест она закончила. Здесь есть секретик, давайте возьмем его тогда быстренько, аккуратненько совсем. Но нам нужно идти немного в другую сторону. Что ж, все сразу сделаем. Окей. Кстати, я не советую отсюда прыгать, как-то я один раз пытался прыгнуть, и он застрял у меня в текстурах. В итоге пришлось поддыхать. А, нет. В итоге он застрял в текстурах, а потом сам убил меня, просто сам. То есть сама игра просто с себя меня убила. Насколько я помню, нужно идти сюда. Нам сейчас нужно найти грешника. Вот что мы, грешницу или грешника. Вот что я хочу. Так. У нас здесь много веселья. Пойдемте. А здесь мы уже не выйдем, да? Хорошо, тогда пойдемте убьем по-быстренькому. Ой, как больно-то. Ой, больно. Ой, больно. Так, собачки, собачки. Да что ж вы такие злые-то собачки? Вот здесь можно было скинуть бочку, и должно было все взорваться. Я это узнал давно. Потом уже. Но у меня, видите, не вышло. Вы видели, да? Я сначала подошел к бочке, она не упала. Потом я случайно катнулся. Победа. Победа, победа, победа. Все, идем дальше. Смотрим, что здесь за локация. Видимо, это... О, старинный ключ. А-а-а, вот откуда ключ. Надо было брать. Давайте тогда мы хп уберем, поставим. Души будем потихонечку собирать. Раздали. Здесь тоже, да, в одном месте можно использовать ключ. Может помочь в прорезже. Здесь мы больше, как я понял, дальше никого не пройдем. Ладно. Идем. Забытое-забытая крепость. Так, я вот не помню, как же пройти грешницу, да? Честно, вообще не помню. Там у нас есть выход, но там не то место. Здесь, ну, здесь тоже не то. Здесь другой босс. Неужели грешник после этого босса? Ну, а, сейчас посмотрим, конечно, нам будет убить скелетов. Неприятные скелеты, скажу сразу. Очень неприятные. Уходи, уходи. Видите, прыжок не работает. Ну, все, убили, да? Уходи, уходи. Очень больно было, вы видели. Очень больно. Вот поэтому нужно качать адаптацию. Адаптацию, видите? Вот почему надо качать ее. Потому что я жму на прыжок, да, и я не могу просто сделать этого. Ну, что ж тебе надо? Все, здесь у нас ничего особенного нету. Идем дальше. Ну, и все, здесь ничего вообще не интересного нет. Подобрали мы душу. Здесь у нас выход, кстати, на улицу, куда ты падаешь и все, и подыхаешь. Понимаешь, что, наверное, все-таки придется убивать этого босса. Хотя странно. Но у нас еще есть кое-что интересное. Мы сейчас пойдем дальше. А мы убили здесь мужика, да? А, да. Скоро сломается наше оружие. Да что ж такое. Ух ты, я даже промахнулся. Осталась одна фляга, бедненькая. Там тоже дальше будет костер. Одна бедненькая фляга. Ну, буду надеяться, что он меня не убьет. Ну, сделай удар сзади. Ну, что ж такое-то? Что это за бред? Нормально, пойдет. Так, кстати, да, мы отсюда не сможем обойти. Сломали бочку. Это плохо, кстати, это плохо. А, по-моему, еще одна бочка есть. Здесь, видите, да? Здесь выход, а с другой стороны надо открывать. Это вот мы были там, это бухта. Да убей же ты, собаку уже. Здесь нам нужна бочка, чтобы взорвать эту расщелину. Ну, блин, да? Ясно. Вот эта вот бочка должна была упасть, но, к сожалению, она уже сломана. Ну, давай же. Что ж она не катится? Нет. Хорошо, там мы тоже не выйдем тогда, получается. У нас здесь костер есть, но из этой фигни мы уже его не сможем. Не сможем получить к нему доступ. А клюш же, по идее, не открывает? Да. Он на другой двери. Жалко. Ладно, сейчас тогда я посмотрю еще раз. Так, ну все, подумал, я и вспомнил. Ну, все-таки нам придется сделать по-другому. Все правильно я сказал. Да, нам нужно будет пройти этого босса. А это будет... Ой, как нелегко. Ой, нелегко. Ну, будем пробовать, что поделать. Давайте тогда сейчас мы опять прибежим к костру. Будем пробовать. Отрегенимся сейчас. А, мы не можем здесь пройти. Замечательно. Очень хорошо. Сделаем так. Просто, грубо говоря, что... Мое оружие мы еще увидим нескоро, это 100%. Поэтому, пока мы уже про него забыли. Мы сделаем по-другому тогда, хорошо. Раз до моего оружия, как до луны, мы сделаем по-другому. Мы сейчас возьмем другой меч. И будем проходить пол-игры им. Вот так вот. Потому что, в любом случае, нам нужно оружие какое-нибудь. Вот наша любимая локация. Там мы везде были почти. Одно место, там два места надо еще. Теперь мы пойдем вот сюда. Вот, тоже хорошее место. Там мы возьмем меч. Огненный. Я вообще не планировал его брать, но... Видите, что очень далеко нам идти. Очень далеко. Поэтому мы возьмем этот меч. Аккуратненько прыгаем. Потом удар с прыжка. Ну, нормально, более-менее. Опа. Опа. Все, порешали. Можно здесь спуститься. Здесь есть лестница, да? Но это неинтересно. Я люблю по хардкору. Окей. Человеческая фигурка. Опс. Куда ж ты, друг мой? Куда ж ты ушел? Здесь, в принципе, простенькая локация. Душа и факел. Давай, камон. Сейчас еще двое придут. Еще сбоку один. Все. Там еще впереди, но они пока к нам не идут. Вот они. Наши друзья. Опа. 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 Мне кажется, ему все равно вообще, да? А нет, не все равно. Смотрите, видите, хочет драться. Драться хочет. Так, все. Мы сейчас здесь всех порешали. Пойдем возьмем теплюшку. Опс. Самоцвет. Ух ты, аж три самоцвета жизни. Мне это начинает нравиться. А, у нас всего три. Ну ладно. Это просто статуи. От них никакого толка нет. А, у нас здесь есть еще одна пещерка. Тут у нас шлем полого солдата. Поэтому можно было даже не заходить сюда. Никакого толка нет. Сейчас буду стрелять с алмандра. Давай. Три раза. Раз. Два. Три. Поднимаем. Отходим. А, сейчас еще сзади я нас обойду. Точно, я вспомню. Я еще услышал это по шагам. Да, да, да. Раз. Два. Три. Открываем. Быстрее, быстрее. Ой, больно. Ой, больно. Ой, пукан. Все, тут у нас огненный меч. Окей. Ну, теперь хотя бы у нас будет более-менее нормальное оружие, да? Длинный меч. О. Видите, у него получается 78 атака основная. Физический урон. Еще плюс огнем. 78. Очень хороший меч. А тут на замену мы поставим вот этот. Все равно он когда-нибудь сломается. Все, здесь нам больше делать нечего. Поднимем тебя отсюда. Отлично. Теперь мы хотя бы уже можем подраться с кем-нибудь. Нам есть с кем подраться. Мы пойдем кое-куда. Интересное место. В темное место, но интересно. Мы, в принципе, для этого и покупали камень. Нам было сразу туда идти, и они фигней страдают. Опа. Ой. Прокассируем немного. Нужички есть? Один. Мало. Поэтому мы не будем ждать. А сделаем вот так. Опа. И порешали сразу двоих. Потом подходим. Не поднимай руку на меня никогда. Вы видите, да? Что взяли нормальный меч, начали решать. Я только начал. Я хотел другое оружие. Ладно, поиграем с этим. Помните, в прошлый раз мы убивали босса рыцаря? Его можно было не убивать. Видите, в чем проблема? Я надеюсь, что мы пойдем по другому пути. Он будет короче. Нет. Он не короче. Это то же самое путь. Поэтому его можно было даже не убивать. В любом раскладе нам нужно идти в безлюдную гавань. Ну, ничего страшного. Какая разница? Все, здесь мы все сделали. Там еще есть пару мест, куда можно сходить. Но это потом. Сейчас мы сделаем апгрейд нашего оружия. Так, интересно, мы можем зачаровать огнем или еще пока не можем? Есть ли у нас для этого ресурсы? О, вообще ничего нет. Так, давайте я еще тогда посмотрю, что у нас здесь. Я смогу одеть наручь рыцаря? Что ж такое? Блин, нет. Сначала мы пойдем сюда. Пока нам тяжело, да. Мы можем без них выходить. Ладно, пока. А, мы можем сделать полумнее. Что ж я голову-то ломаю? Можно сделать вот так. Вот и все. Помните, я вам говорил, не забывайте, если у вас много веса, да, большой процент, больше 70. Подумайте над тем, чтобы убрать лишнее оружие. Или лишние кольца тяжелые. Так, усиливаем. Обязательно усиливаем. Нам проходить с ним всю игру. Ну, не всю игру, половина игры. Нужен осколок, титанит. Давайте купим осколок. Одну штуку купим. Ну, еще разок усиливаем. Нормально. Так, теперь мы сделаем следующее. Опять чинем. Фляги у нас нету, да? Да, нету. Нам нужно качнуть, будто адаптацию. У нас очень мало адаптаций. А, всего лишь один левел. Это, конечно же, зарешает. Отлично. Все, идем дальше. Идем на новую локацию. Мы пойдем... Вот сюда вот, безлюдная пристань, а не гавань. Я думаю, гавань. Хорошая локация. Не самая простая, я вам скажу. Кстати, да, на этой локации... А, это кто? А, нет. Мы никого призывать не будем. Мы все сами можем. На этой локации будет торговец, и мы сможем продать ему много вещей. То есть, все вещи можем продать. Но у меня вещей немного. Поэтому продавать, в принципе, нечего. Так, здесь очень осторожненько надо. Здесь, значит, будет ужасный мост, у которого можно постоянно падать. Опа! Опа! Хороший меч. Так, нашли сапоги. Здесь у нас никаких секретов нет. По-моему, да? Вот у нас сундук есть. Можно попробовать взять в руки по мечу с двух рук, вроде, драться. Так, ну, идем дальше. Лучше глянем, какой будет урон. Нормально, с двух раз, да? С двух ударов. Железная стрела. Уша гордого рыцаря. Ну, давайте попробуем. Что ж, не зря, что покупали. Попробуем с двух рук. Будет месиво. Так, очень осторожно спрыгиваем. Да, 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 еще давай, еще. Не получилось? Нет, лучше мы с двух рук не будем. Мне просто реально очень неудобно это делать. Давайте отхитимся такими самосветами. И убьем кое-кого. Что ж ты такой наглый, а? Сейчас сверху спрыгнет один. Давай. Ко мне. Сейчас вот ты, да? Оооо, стоп, стоп, стоп. Это вызов. Какой же ты вредный, а? Хорошо, потихонечку регенимся. Нам фляги, конечно, будут маловато, 4 штуки. Большая душа мертвеца, самосвет жизни. Пойдет. Так, заходим в домик. Здесь тоже ничего интересного нет. Сейчас у нас будет новый вид крипов. Ой. Он достал меня немножечко по располог. Вот такая красота у нас есть. Самоганн, чтобы он нас не убил. Ооо, как больно. Осторожно, да, да. Это больно. Это неприятно. Это никому неприятно. Давай. Просто, видите, нужно не наглеть, да? Один раз ударил, подошел, и еще раз ударил. Отлично. У нас кольцо стоит, да. Получаем потихонечку душу. Пускай будет. Хотя я уже говорил, что можно без этого кольца. На принципе, не так уж и важно нам. Так, может, здесь ничего нету. Все, поднимаемся наверх. Все самое страшное только начинается. Сейчас будет очень много врагов, и будет тяжело. Все. Первое очень важное кольцо, да, с которым я играл всегда. Я проходил игру один раз, но играл я много раз. Это кольцо защиты жизни. Запомните, мы будем с ним всегда играть. То есть, кольцо, ну, типа, предотвращает вашу смерть. Но это не так. То есть, если вы с этим кольцом умираете, вы не теряете свою человечность, если она была в это время. То есть, если вы были человеком, вы не потеряете человечность. И вы не теряете души, но кольцо будет сломано. Вместо чего? Вместо этого мы оставим. Вот это вместо этого. Это, в принципе, бесполезная фигня. Реген там не значительный. Кольцо можно чинить. Стоит 3 тысячи, поверьте. Починить за 3 тысячи, это гораздо эффективнее, нежели потерять души там и человечность. Вот так вот я в наглую. О, как больно. Стоп. Ой, как больно-то. Ой, больно. Ой, больно-то как. Что ж вы такие злые. Нужно адаптацию поднимать. Также, я забыл вам сказать, по-моему, что адаптация, она увеличивает не только скорость там у воротов, да, не только сопротивление к яду. Также увеличивает скорость хила. То есть, вы будете быстрее использовать банку, вашу бутылку. Прямо моментально будете. Чик-чик-чик-чик. Сколько я помню, здесь секреток никаких нету, да? А? Класс впереди. Ну, хорошо. Класс впереди. Я вот не понимаю, на это, знаете, что, за что ставят ему оценки, плюсы, за что? Ну, написано, класс впереди, но класса впереди нету, это же вранье. Все, порешали, порешали. У нас будет проблема с оружием, да? У нас оно ломается очень быстро. Поэтому мы потом сделаем еще один заход и пойдем убивать босса. Так, нам будет это вот так. Хотя сейчас смысла нету, мы сделаем по-другому. А, есть, нам нужно вниз спуститься, да. Поэтому, что мы сделаем? Мы сделаем вот так вот. Мы возьмем наш лук. Не зря же мы его покупали. Возьмем железные стрелы. Не покупали, а нам его дали. Но все равно не зря. И будем убивать. Еще заметьте, да, что некоторые юниты, они кидают у вас с мау. Если вы, вот, когда они кидают у вас с мау, да, вы становитесь черным в этом месте. Например, наполовину черным. И если в этот момент у вас эти лучники стрельнут огненной стрелой, а у них огненные стрелы, то будет взрыв, и вам будет очень больно. Заметьте, да, то есть из-за этого он меня не видел. Сейчас он как-то меня увидел. Получается, если я в него выстрелил, он меня начинает палить, правильно? Хотя тоже в этом месте какая-то логика, наверное. Все, давайте достаем наш меч. Который скоро сломается. Ну что поделать? Ну что ж ты меня бьешь-то? А, нам тяжело. А, мы меч взяли, нам тяжело. Да, нам тяжело. Мы этот взяли, лук, а не меч. Все, теперь нам не тяжело. Теперь, для чего мы покупали камень... Фороса. Фароса. Постоянно забываю это слово. Вот для чего мы покупали. Чтобы осветить. Во-первых, да, здесь будет светлее. Во-вторых, эти мутанты, да, которые сталкеры, мы убивали одного внизу, вон там. Они боятся света. То есть они не будут выходить и ходить по всей локации. Здесь надо быть очень осторожным. Видите, здесь очень много юнитов, поэтому мы можем сделать таким вот образом. Во-вторых, мы можем пробовать побить по одному. Опа, опа. Видите, он сразу кидает, да? Тоже кидает, давай. Ну, мимо, мимо. Ну, сюда мы все равно рановато пришли. Нам нужно было выше идти. Ну, самое главное, что мы зажгли огонь. Вот, топор бандита, капюшон разбойника, доспех разбойника. Ну, это все ерунда, да, как я понимаю. А, хотя, давайте. А что бы нет? У них маленький вес, они мне нравятся. Капюшон он ничего не делает? Нет. У некоторых вещей есть эффекты, это очень важно. Вот. Будем разбойником, так сказать. Сменим нашу квалификацию. Да, сейчас сверху спрыгнет. Здесь подсказок нет, вот и странно. Должна быть подсказка, раньше всегда была. Неудачно ты спрыгнул. Тихо, тихо. Видите, да, что написано? Это очень плохая надпись. Я уже говорил, если мы сломаем оружие, то есть еще я пару раз ударю, то мы потратим много денег на починку. О, порошок для починки. Очень хорошо. То есть, по идее, мы сможем пойти сразу на босса. И, возможно, мы прямо в этом выпуске попробуем это сделать. Все, здесь мы не пройдем. Все правильно, да. Потому что нам нужно идти вон туда, вот. Делаем прыжок. Сальтуху. Вертуху. О, теперь самое неприятное и такое геморройное. Нам нужно убить всех этих мутантов. С нашим оружием, да, это будет сделать сложновато. Надо что-нибудь придумать. Можно использовать вот это чудо. Можно закалить оружие, например, от тьмой. Давайте это мы сделаем. Почему бы и нет. Ну, не очень прям хорошо кинул, да? Эх. Видите, он кидает недалеко, это минус. Не, смысла нет. Ой, 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 ой. Я даже что-то не заметил его. Тихо, тихо. Ну, давай, иди сюда. Что ж ты уходишь? Да что ж такое? Уходи, 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 уходи. Да, больно. Меня убили, да? Да, меня убили. Это нормально. Ничего страшного не произошло, у нас есть кольцо. Ладно, давайте я перемотаю. Так, ну все, я пробежался. Надо пробовать еще раз. Нужно все равно их убить. Нужно их убить. Неприятно они поступили, да? Взяли меня и убили. Я говорю, это все из-за адаптации. Видите, что он очень медленно реагирует. То есть он должен ударить, сразу отпрыгнуть. Да, все медленно происходит. Как же мы сразу будем троих-то бить? Да иди же сюда. Вот. Вот кто знал, что он ударит? Уходи, 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 уходи. Ударил, ушел. Но их много, мы так долго будем бить по одному. Удару. Видите, куда он ушел? Молодец, попал, молодец. Заметьте, свет, они больше не боятся. Это тоже такой баг в игре, видите, да? Они не боятся света. Молодец. Не, мне нравится, мне это нравится. Давай, убивай меня, давай, давай, давай. Мне просто интересно, докуда он пойдет? До самой базы, наверное, пойдет? Было бы нормальное оружие, а не эта параша. Давай, друг мой, иди сюда. Куда же ты пошел? Ты же не боишься больше света. Новое обновление. Ты не боишься света. Давай, иди сюда. ПВП, давай ПВП. ПВП, давай ПВП. Больно, больно, согласен. Кому не больно? Давай, и еще один удар. Ну уж промахнулся ты, промахнулся. Нет, ну давай, беги же, беги за ним. Тебе просто так не оставлю. Да мне пофиг. Все, пойдет. Так, чика. Может быть, зря мы, наверное, делили тебя до спики, но бы посильнее. Давай тебя делим посильнее. Может быть, хоть немного они нам помогут, но реально, вы видите, очень сильно пробивает. Очень сильно. Ну, это и есть Дарксоу, понимаете? Именно по сложности, по своей. У нас еще есть желающие, нам еще много надо убивать их. Давай, выходи. Так, осторожненько, ударили, отошли. Вообще, этот крип, он сложный довольно. Именно из-за своей, видите, дальности удара, из-за своих рук. Попал, видите, он даже так попал. Можно было убить. Зря остановился. Вот, здесь на вас много-много. О, добил, хорошо. Чего ты руками машешь? Ты не боишься, Света, не ври. Попал, ну, молодец, что. Угу, неплохо. Видите, я должен добить. И еще, там у нас есть желающие. Нормально. Надо было так сразу и бить просто, и все, делай серию ударов. Вот, набернули самоцвет, который мы использовали. Очень-очень аккуратно берем. Большая душа мертвеца, хорошо. Немножко геморрой доставили нам. Можем было там и звукой стрелять, но это... Это не наше так. Из звука можно убивать лучников, а таких мудаков надо убивать вот так. Вот так вот идти и на ПВП просто, на слабо убрать. Все, я пришел. Теперь можно убить его. Ладно, я пошел, не будем его убивать. Открываем зону лучу. Что там у нас? Двуручный меч. Ну, немножко не то. Кстати, здесь у нас ловушка. Да. О-о-о-о. Попал один раз. Ну, ладно. Серебряный талисман. Бесполезная вещь. Он нам ничего нового не скажет. Давайте посмотрим, что у него есть для покупки. Какие-то ерунда. Знаете, вот эти стрелы, они очень хорошие. Я вам рекомендую, категорически рекомендую покупать и стрелы, и эти кинжалы. Ой, ну ладно, потерпелся. Ну, ничего страшного. Это стоило того, поверьте. Потому что с помощью отравления, да, вы можете убить очень многих монстров. Очень многих. И мини-боссов, и так далее. Теперь, что мы продаем? Мы продаем щиток. Кроме этого, давайте все продадим. Ну, видите, все такое дешевое, конечно. Пуквы оставим, это продадим. Это у нас что, посох? Нам не нужен посох. Алибарда нам не нужна. Кинжал. Нет, кинжал мы выкинем. Это мы оставим, это мы продадим. Продаем. Мне не нужны такие мечи. Оставляем. Роман, грань, капюшон не нужен. Так у нас много ерунды всяких. Заметьте, да, очень удобно сделано. Что у нас одето, мы не можем продать. Это очень удобно. Чтобы, типа, вы случайно не продали нужную вещь. Шлем у нас есть. Успехи по выходнице, ерунда. Очень хорошие старые наручки. Вообще, это броня, но она тяжелая. Мы не будем собираться в тяжелую броню. Давайте все-таки оставим пока дрянглинка. Пускай будет. Ага, здесь нам все нужно. Ключики нужны. Такие дешевые души всего лишь 10. О, гладкий шуковистый камень. Можно его продать. Если у него, в принципе, толку и не будет. Ну ладно, оставим. Ну и все, здесь ничего больше мы не продадим. Здесь нам все нужно. Ох, ума, да купили отравленный нож. Ой, как же это хорошо. Вы даже не представляете. Что? У меня, у меня может... Ах, господи. Я когда посмотрел, мне показалось, что у меня 60 косточек возвращения. Прикиньте, что... Короче, сколько я потратил, сколько я получил. Это очень хорошо, потому что мы купили самое главное. Атрибуты, которые будут нам помогать убивать монстров сильно. С дальней дистанции. Так, привет, друг. Был друг, нету друга. Но мы пока сменим оружие, потому что в этом выпуске я хочу пойти на босса. Так, пойдемте, позвоним в колокольчик. Хорошо, что мы нашли это колесо. Как же его не хватало, этого кольца? Кольцо жизни, офигенная тема. Кольцо защиты жизни. Мы обязательно его потом починим, потому что реально это так выручает. Вот, что оно мне давало? В первую очередь, уверенность. Вы могли не бояться, что вас убьют. Можете идти там к любому боссу и так далее. Ну, собственно говоря, на этом корабле у нас будет босс. Самоцвет, косточка возвращения. Аккуратно мы сейчас здесь слазим. Аккуратненько, аккуратненько. Сюда нам смысла идти нет. Нам нужно прийти сюда. Здесь, по идее, сидит мужик, как я помню. Здесь сидят два мужика. Давайте кинем сюрприз. Немножечко туда. Ну, еще раз кинем, ладно. Все жалеть-то. Эх, ничего не вышло. Ну, ладно. А видите, у нее тоже не выходят. Кстати, нам все равно нужны эти гранаты, чтобы сломать вазочки. Ну, выходи же, что ж ты стесняешься? Что ж ты боишься-то, друг мой? Теперь ты выходи. Опа! Нет. Да, мне мешает дверь. Ты по-любому сдохнешь. Ух ты, смотрите, да? Я сразу взорвал стенку. О! Жучок! Ну, пожалуйста. Ну, не успею. Ван, а потом, если я приду, я запомню это место. Так, поднимаем все, что у нас здесь есть. Очень интересный итем. Проверяем сундук. А, по-моему, в железном сундуке нет мимик. Ну, давайте проверим все равно. Опа! Кольцо солдата-короля. А, полная параша. Вот еще у нас сундучок. Это кольцо увеличивает максимальный вес ваш. Но нам... О, отсколок фляги. Очень хорошо. Вот как раз нам пригодилась бомбочка, видите? И мы сейчас еще раз ее используем. Видите, эти вазы, они не пустые, они с ядом. Если мы туда прыгнем, да? И разобьем, то у нас так более-менее хорошо продамажит. Огненная бомбочка. Ага. Теперь мы пойдем в этот домик. Нам нужно будет открыть проход. Быстренько, быстренько, пошлите. Но здесь еще кое-что есть интересное. Например, вот это. Угу. Треть, заметьте, да? Тут уходит, мне не нравится. А давайте мы сделаем так. Хотим немножко по-другому. Ну ладно, не вышло. Ух ты, сабля. Что же у нас за сабля такая? 105. Угу. Полная фигня. Тут мы откроем дверь и вызовем нашего фантома. Это фантом, который положен по сценарию. Та самая Укатель. Помните, мы с ней говорили? И пойдем опять вниз. Пускай она прикрывает там спину. Вот я говорил про сундуки. По идее, насколько я помню, да? В деревянных сундуках такие средние вещи. Потому что его можно сломать. А самые ценные, они в железных сундуках. Чтобы не сломали случайно. Опа. Что у нас здесь? Огненная бомба. Три штуки. Ну, пойдет, в принципе. Ух ты. Пойдет. Большая станина пойдет. Ну, есть одно но. Одно но. Не хватает. Почему-то у меня одного прохода. Где-то я упустил еще одну секретку. Обязательно нужно найти ее. Пошли, пошли. Нужно будет сделать кое-что. Не очень приятное, но надо будет сделать. Больно, больно. Она сама сможет до нас добраться. Ой, как там мне, наверное, сейчас ей больно будет. Она хоть дойдет до нас или она сдохнет? Блин, а... Блин, а... Оооо, так она еще не может и идти. Давай, давай. Давайте подождем сейчас ее быстренько. Пускай она придет. Я хочу именно в этой серии убить босса. Именно в этой серии. Иди, иди, иди сюда, иди, иди. Кстати, этого торговца не убивайте ни в коем случае. Вы будете ему продавать вещи. Сейчас, когда я уйду отсюда, он исчезнет. Больше он здесь не появится. Но он появится в других местах. Ладно, сделаем тогда следующую тему. Делаем вот так. Иди сюда. Вот так, вот так, вот так. Я хочу вам показать, видите, все секреты. Ничего не забыть. Сюда, и вот сюда. Вот сюда вот нам надо зайти. Там есть два мутанта, да? Неприятный мутанта. Или не здесь, подождите. Я что-то не могу вспомнить. Ну давай, иди, убивай. Ты будешь бить их? Я не могу помочь тебе. Давай. Самое главное, вниз не упасть. Ох ты, как хорошо это пробило. Вот, смотрите. Ой, как хорошо пробило-то. А я как-то даже не ожидал. Молодцы. Что мне в этой игре нравится, это когда, видите, они бьют через стены. Это я вообще обожаю больше всего. Да убей же ты уже их. Убей, убей, убей. Блин, я вот не помню, где это. Огненный стрел. Вот, очень хорошая, кстати, вещь. Так, может, эта стенка и была? Ну ладно, пойдемте дальше. Мы же не можем здесь вечность уже торчать. Скорее всего, да. Скорее всего, эта стенка и была, по идее. Я не помню. Ладно, идем дальше. Где она? Ну иди сюда, Господи Иисусе. Что она делает? Короче, пофиг абсолютно. Я пойду, значит, один драться. Пофиг. Там, вот, спрятался. Видите, в этой игре боты, фантомы, они настолько бесполезны. Это просто забейте. Абсолютно бесполезны. То есть, от них польза практически нулевая. Вот она застряла там, она там будет всю игру сидеть. А мне придется сейчас одному драться с боссом, и меня босс этот убьет сто процентов. Конченая, просто конченая. Ну что ж. Так, подобрали какой-то меч. Или сейчас меня даже эти убьют. Даже до босса могу не дойти, наверное. Удар один сделай. Удар. Ясно. Все абсолютно ясно. Один выстрелился, а я труп. Ладно, это видео будет немножко подлиннее. Или я просто перемотаю. Так, ну что ж. Это выпуск будет побольше, конечно. Ну что поделать. Сходил я опять за ней, провел я сюда. Ну, глюканул. Да, глюканул бот. Что поделать. Нам нужно пройти эту миссию обязательно. Нужно пройти. Нельзя тупить. Здесь ничего интересного у нас нету. Поэтому просто готовимся. Да, у нас очень мало адаптаций, конечно. А, у нас уже оружие зачарованное, да. Заметьте, кстати, что если у вас уже оружие зачаровано там огнем, тьмой, вы не можете использовать смазки. Что бы нам еще использовать? Можно использовать вот зеленый цветок, аскаляя оригин. Выносливости. Во, и мы еще вот это вот используем. Дротики. Точно. Они могут нам помочь зарешать. Тихо. Где она? Ой, господи. Она даже не может дверь зайти. Самый бесполезный бот в этой игре. Самый бесполезный бот. Забейте. Никогда в жизни не берите этого бота. Да. Печаль. Не могу взять на цель. Подожди, сейчас, секунду, секунду, секунду. Уходи, уходи, уходи. Так, осторожненько, осторожненько. Тихо. Ну, давай, прыгай, что ж. Грозно. Ах, что ж тут мешает. Неужто ли не работает отравление? Да вы о чем? Да, реально не работает, скорее всего. Смотрите. Господи, Иисус. А я купил, называется, ножи. Ну, что ж. Будем делать по-другому. Молодец. У меня выносливости вообще нету. Я не могу ничего сделать. Молодец. Постой. Посмотри на него. Молодец. Короче, я не могу пройти. Я извиняюсь. Я ничего не могу пройти вообще. Просто не могу. Бот, он даже не может зайти и помочь. У меня хилок больше нету. Ничего нету, короче. Кстати, у него, смотрите, у него хп-то отнялось. Мне нужна хилка. Как-нибудь отлечь бы его и отхилиться, но я не могу. Да, да. Ну, я говорил, что я криворукий. Ну, что я сделаю? Руки выросли из жопы. К сожалению. Убьем мы его в следующем выпуске. Ничего не могу. Видите? Ни одного босса не могу убить. Ни одного. Этого бота мы больше вызывать не будем. Не-не, забудьте про него. Ни в одном больше... Ни на одной локации эту мразь мы вызывать не будем. Эту ссаную мразь. Потому что она просто нулевая. Кручевана, тогда в следующем выпуске что-нибудь придумаю. Все, давайте до следующего выпуска. Продолжение следует...